Насколько предприниматели Твери придерживаются ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса? Это решила выяснить наша съемочная группа. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, Министерством контрольных функций и представителем полиции наш корреспондент посетил и крупный фитнес-клуб, чтобы узнать, как там соблюдают антиковидные меры. Тверские ревизоры отправились в фитнес-клуб Румянцева. На входе у всех измеряют температуру. На ресепшене находятся бесплатные маски и антисептик для рук. Все необходимое согласно требованиям. Первым делом сотрудники Роспотребнадзора выясняют, как и чем проводится дезинфекция поверхностей. С чем уборку дезинфекции у кого есть? Мы проводим дезинфекцию поверхности. Мы проводим ДСУС-9 и ДСУС-9. А, вот, с дезинфекцией запропилованы. 70%. Очень даже хорошо. Далее комиссия попросила предоставить журнал учета термометрии сотрудников. Все записи оказались в порядке и не вызвали дополнительных вопросов. Главное, чтобы при заступлении на работу журналу дезинфекции вносилось. Уточним, как они проводят дальнейшую термометрию, придерживаются они рекомендации или нет. В целом, каких-то замечаний сейчас к журналу я не могу здесь отметить. Для здоровой атмосферы важно также, как расставленные тренажеры. Между ними должно соблюдаться расстояние. В фитнес-клубе они находятся близко друг к другу, на что указал сотрудник Роспотребнадзора. Администрация клуба, в свою очередь, пообещала исправить ситуацию. Либо увеличить соответствующее расстояние между легковыми дорогами. То есть, такая рекомендация Роспотребнадзора у него есть. Вы можете его присутствовать. Я записал, да. Обязательно делаю. А вот в зале для проведения массовых тренировок нарушений выявлено не было. Четкая разметка на полу для соблюдения социальной дистанции. Тренер работает в маске. Если к администрации фитнес-клуба у комиссии не возникло вопросов, то вот к арендаторам, которые работают здесь, обнаружился ряд замечаний. Так, в фитнес-баре отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. Средства для дезинфекции поверхностей. Это обычная хлорка, которая не имеет дезинфицирующего средства. Не представлено то, чем граждане могут обработать свои руки. На другом объекте сотрудникам ведомства не предоставили журнал учета по уборке и дезинфекции за прошедшие дни. Кроме того, здесь также отсутствовала разметка для социальной дистанции. К слову, расстояние между столами также не соответствовало требованию. Оно должно быть полтора метра. Нами будут приняты соответствующие меры для привлечения этих лиц к ответственности. И составлен протокол осмотра на данный момент. В дальнейшем на индивидуальных предпринимателях будет составлен протокол административных правонарушений. Они будут вызваны в суд для рассмотрения этого протокола. К слову, в Тверской области проходят и ночные рейды по соблюдению санитарных требований владельцами точек общепита. Напомним, с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 6 утра в Верхней Волжии не допускается работа предприятий общепита, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос. Специалисты заявляют, важно позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами защиты. Соблюдение требований необходимо для борьбы с коронавирусной инфекцией. И важно каждому заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.